Эти фотографии прислал житель Житикары. Его тревожит ситуация с пеликаном и лебедями, которые мерзнут на озере в центре города. По словам мужчины, озеро постепенно затягивается льдом, а дикие птицы по-прежнему находятся там. Напомним, что еще в 2008 году два кустанайских лебедя и пеликан из центрального сквера в Кустанай были переданы в Житикару. Данные пеликаны на балансе у нас не находятся. Соответственно, денежность на их содержание не выделяется и не могут быть выделены. Но между тем, данных пеликанов кормят неравнодушные наши граждане. Один из них – директор местного предприятия Жасл-Ель Анатолий Якушинский, который ежегодно забирает птиц на зимовку. Чиновники предполагают, что птиц перевезут уже на следующей неделе. Мы обратились за комментарием непосредственно к приемному отцу пернатых. Именно так Анатолия Якушинского называют житикаринцы. Так как предприятие занимается озеленением и имеет теплицы, то его директор решил на зиму приютить пеликана. Со временем в город привезли и лебедей. К слову, потом лебедей стали привозить из Рудного, из Денисовки. Так птиц на житикаринском озере становилось больше. Этой осенью два лебедя совершили самостоятельный перелет до ближайшей реки Желкуар. Сегодня Анатолий Андреевич ходит на реку, присматривает за ними. Оставшихся на озере обещают в скором времени снова забрать. Сейчас только мне высылать температуру будет, два-три дня я их забираю. Я могу сейчас забрать, мне готово, но просто мне охота, чтобы они еще побудут в воде. Причем корм для пернатых директор предприятия покупает за свой счет. По его словам, пеликан питается исключительно рыбой. Килограмм карася сейчас стоит 200 тенге. Зимой стоимость повышается до 600. Еще одна проблема при зимней адаптации в сухом месте у птиц появляются блохи, от которых жасл елевец также их лечит. Алексей Кудрявцев, Болсловикенова, РТН.